Новые марки с изображениями выдающихся личностей Израиля, выходцев из Беларуси, теперь могут увидеть не только белорусы, но и представители порядка двухсот стран. Республиканское унитарное предприятие Белпочта сотрудничает практически со всем миром. Работал над блоком художник Иван Лукин. Еврейская тема привлекла мастера кисти сразу. Этот народ трудолюбивый, народ, который умеет качественно работать и добиваться успеха. Работать было интересно. Интересно, почему? Почему? Всегда любому художнику очень волнует образ, над которым он работает. А здесь целое созвездие образов, все яркие, знаковые, все личности. Поэтому и работать было интересно. Почтовый блок состоит из пяти марок и одного купона. Его украшают изображения выдающихся личностей Израиля, среди которых Минахим Бегин, выходец из Бреста и седьмой премьер-министр государства. К столетию его рождения и было приурочено такое торжественное событие. В республиканском унитарном предприятии Белпочта уверены, что эти знаменитые марки не последние. Уже поступило предложение создать совместную марку Почт Беларуси и Израиля. Марка – это не только для коллекционеров и филателлистов. Ведь марку, вы знаете, мы клеим на конверт, на письмо, на бандероль. А поскольку Белорусская почта работает со 192 странами мира по обмену почтовыми отправлениями в рамках Всемирного почтового союза, то вот и сегодняшние марки тоже, которые будут наклеены на бандероли, на почтовые карточки, на открытки, пойдут в этих 192 страны. И в мире узнают, что есть такая страна, Республика Беларусь, которая растит таких великих и знаменитых людей, что есть такая страна Израиль, которая дает возможность этим людям проявить свои способности. Евреи проживают на территории Беларуси свыше шести столетий и являются неотъемлемой составной частью этнической культуры белорусского общества. В то же время в Израиле в настоящее время проживает около 150 тысяч белорусов. Поэтому взаимное сотрудничество двух народов создает площадку для плодотворного межкультурного диалога.